Библейский портал экзегет.ру представляет Здравствуйте! В этом видео для библейского портала экзегет.ру мы продолжим разговор о Евангелии от Матфея и взглянем сейчас на седьмую главу. Здесь находится заключительная часть Нагорной проповеди, несколько важных тем, которые Евангелист помещает в этом контексте, и здесь, видите, он рассказывает нам о том, что Иисус говорил следующее. Во-первых, удивительные и весьма трудные для исполнения слова «не судите, да не судим и будете». Здесь мы видим ту же самую часто настойчивую, повторяемую Господом Иисусом логику. Как ты обращаешься с другими, как ты относишься к другим, так к тебе будет относиться Бог. Это не выбор Бога, как ни странно это прозвучит, а это твой выбор, как к тебе будет относиться Бог. Если ты хочешь не быть судимым, чтобы Бог не осудил тебя, значит, не суди других, значит, не осуждай других. Здесь Господь приводит некий образ того, что все мы так или иначе в разной степени, но не правы перед Богом, не правы. И вот эти удивительные слова, сучки в глазу брата твоего, которые ты не можешь вынуть, потому что у тебя самого в глазу бревно, хотя это несопоставимые по масштабам вещи, сучок и бревно, но все-таки очень-очень подобные. В разной степени, так или иначе, каждого из нас есть за что Богу обличить и, наверное, осудить тоже. Ну вот, Иисус предлагает какой-то совершенно перпендикулярной земной поверхности путь выхода из этого, потому что ты можешь кропотливо, забыв о Боге, искать, где у тебя там эти твои сучки, бревна и все прочее, не пытаться, значит, весь этот валежник ликвидировать, да, но повторяю, что в этом пространстве не окажется Бога, да. Или ты можешь сделать, как предлагает Иисус, самому отказаться от суда, отказаться жить в этой парадигме там провинностей, штрафов и так далее и тому подобное, в которой все мы существуем и в которую-то с таким энтузиазмом загоняем друг к другу. Он говорит, не судите, не судите. Точно так же, как раньше говорил, простите людям прегрешение их. Вот милость, жалость, да, понимаете, не осуждение – это то, что предлагает Иисус своим ученикам. И это совершенно удивительная вещь, потому что снова, видите, он говорит о том, что тем самым своим выбором того, как относиться к другим людям, ты, в общем, определяешь, как к тебе отнесется Бог. Как к тебе отнесется Бог. Он проверит тебя не на твои провинности, которых все равно миллион, а на то, умеешь ли ты прощать, сможешь ли ты принять это прощение. Может быть, действительно, понимаете, прощение и неосуждение делают нас самих способными принять все это, как дар Божий по отношению к нам самим. И дальше, буквально на пространстве нескольких строк, еще о других вещах говорит Господь. В частности, короткое высказание в шестом стихе «Не давайте святыни псам». Речь идет о том, что люди разные, и то, что для одного святыня, не автоматически становится таковым для другого. То, что для одного возможность прикоснуться к Богу не обязательно будет таковым для другого, и не надо этого друг другу навязывать, и не надо ожидать, что все остальные будут стараться не оскорбить твои чувства. Вот именно этого-то как раз и не следует, потому что, ну, люди другие, для них как-то по-другому жизнь и отношения с Богом устроены. А, в общем, это до некоторой степени продолжает разговор о неосуждении. И дальше Христос говорит замечательную совершенно вещь «Просите, потому что будет дано». Не ожидайте, что все дадут само собой. «Просите» то, из чего складывается человеческая жизнь, как в самом простом телесном выражении, так и в более глубоких вещах. Это в результате диалога дается не само по себе, не так, как выдают пайку в концлагере, потому что так положено, а в результате диалога с Богом. «Ищите Бога, стучите к Нему, и тогда вам отворят, и вы найдете». Бог очень деликатный, и Он не приходит туда, куда Его не зовут. Вот, может быть, парафраз того, о чем здесь идет речь. И заканчивая эту часть Нагорной проповеди, Господь говорит фундаментальную вещь, которая до некоторой степени параллельна Моисееву закону и в то же время очень его углубляет. Он говорит, как вы хотите, чтобы с вами поступали люди, так и вы поступайте с ними, ибо на самом деле в этом закон и пророки. Обратим внимание, что идея Моисеева закона «Не делай другому того, чего не хочешь себе» была давным-давно, ну, несколько столетий, к моменту евангельских событий известно человечество и сформулировано самыми разными людьми, от древнегреческих мыслителей до Конфуция. По крайней мере, ну, мы не знаем про Новый свет, но в Старом свете практически любая маломальски развитая культура знала эту идею «Не делай другому того, чего не хочешь себе». И в этом плане Моисеев закон далёко не уникален. Но вот Иисус предлагает другой вариант того же самого. Вместо «Не делай, чего не хочешь себе», он говорит, как вы хотите, чтобы с вами поступали люди, так и вы поступайте с ними, не ожидая, что вот они там что-нибудь сделают, и я тогда им тоже. А если ты хочешь жить в мире, где люди прощают друг друга, прощай. Если ты хочешь жить в мире, где люди радуются друг другу, радуйся. Если ты хочешь жить в мире, где людям интересны другие люди, пусть они будут тебе интересны. Да, вот можно бесконечно на самом деле говорить об этом, как вы хотите, чтобы с вами поступали люди, так и вы поступайте с ними. Заключительная часть седьмой главы и всей Нагорной проповеди в целом содержит несколько фрагментов, да, важные здесь идеи вот какие. Во-первых, Господь говорит о том, что по-настоящему важно в наших отношениях царства, в наших отношениях с Богом, по-настоящему важно, что нами самими движет. Он говорит, в Царство Божье входят не те, кто увлеченно бормотали «Господи, Господи», а те, кто исполняют волю Отца. Значит, важно не на словах быть преданным каким-то религиозностям, а в своих поступках исполнять волю Отца. Вот, это относится на самом деле к тому, что он говорит чуть выше о лжепророках, которые морочат людям голову своими какими-то завиральными идеями и о тех, кто просто утонул в своих религиозных проявлениях и ритуалах разнообразных. А важно, судя по тому, что говорит Иисус, исполняешь ты волю Отца или нет, вот это по-настоящему имеет решающее значение. И кроме того, здесь речь идёт о выборе, потому что он говорит об узком пути, узок путь, ведущий в жизнь, и широки врата, и широк путь, ведущий в погибель. Этот узкий путь, в него не пройдёшь просто так, не задумываясь, да, это требует некоторого нравственного выбора, это поступок. Заключается седьмая глава и Нагорная проповедь в целом словами о том, что тот, кто слушает и исполняет вот все эти слова Иисуса, тот основывает свою жизнь на прочном основании, да, как дом, построенный на камне. Тот же, кто слушает, но не живёт по этому слову, ну вот оно в конечном итоге всё равно всё расползается, как на песке. Значит, речь идёт о том, что мы призваны не только это слово услышать, но и понять и послушаться. Продолжение следует...